Сегодня очень особенный день, потому что эфириум сейчас торгуется на новом историческом максимуме. Эфир окончательно пробился выше уровня 1500 долларов, и это первая самая высокая закрытая дневная свечка за всю историю эфира. И я расскажу вам, ребята, точно, чего я ожидаю от цены эфира в ближайшие 6 месяцев, и почему мы можем ожидать с вами потенциальной цели в 10-20 тысяч долларов. Здорово, чуваки, добро пожаловать обратно на канал. Меня зовут Кевин Свенсон. Сегодня замечательный день, мы видим невероятное движение цены почти по всем криптовалютам. Биткоин видит неплохой отскок, он поднялся уже на 5,5%, торгуется выше уровня 35500, но для эфира, ребятушки, это исторический день, потому что эфир набрал уже 14% за последние сутки и торгуется выше 1500 долларов. Почти все монеты в зеленой зоне, и это очень, конечно же, круто для многих, кто ходлит и лонгует крипту. Но главная тема сегодня это, конечно же, эфириум, потому что сейчас мы вступаем в зону поиска цены. Эфир пробивает новые исторические максимумы. Итак, сегодня я хочу сфокусироваться на будущем эфира, и почему я думаю, что мы можем нацелиться на уровень в 4000 долларов в ближайшее время, перед консолидацией на несколько месяцев, и дальнейшим пробитием наверх к пятизначным цифрам. Итак, чтобы понять, почему такое движение по эфиру, что вообще происходит, во-первых, вы должны понять, какая долгосрочная модель поведения цены у биткоина, потому что мое ожидание цены биткоина в основном сейчас движет моим ожиданием цены эфира. И вы знаете, что биткоин — это движок всего этого рынка, и если биткоин будет идти не очень хорошо, то эфир тоже будет идти не очень хорошо в долгосроке. И в каждом бычьем рынке биткоина мы видим мультитысячные процентные прибыли, за которыми следует 85-процентная коррекция. И потом рынок ждет халвинга, чтобы начать следующий большой бычий рынок. Опять то же самое происходит в 2017-м. Мультитысячные иксы, 85-процентная коррекция, боковая консолидация, и дальше халвинг снова выталкивает цену наверх. И ссылаясь на модель Stock to Flow и на мои предсказания, цена биткоина в этом цикле достигнет шестизначных значений, и мое ожидание — это от 100 тысяч до 250 тысяч долларов за один биткоин. Это моя ожидаемая цель по биткоину в этом бычьем рынке, на пике этого пузыря. Это никакая не гиперболизация. Здесь ничего сумасшедшего нет в этом предсказании. Это, по факту, среднее показание биткоина в бычьем рынке. Это средняя расчетная цифра. И также она сходится отлично с моделью Stock to Flow. Так что я верю в то, что бычий рынок, возможно, встретит свой пик уже летом этого года. Ну, может быть, ранней осенью. Что означает, что уже через шесть или девять месяцев мы увидим, скорее всего, финальную экспансию наверх и дойдем до точки очень сильной перекупленности. После чего снова увидим коллапс и вернемся обратно. Возможно, 80% обратно в следующем медвежьем рынке, чтобы протестировать уровни примерно в 50 тысяч долларов, что является моей целью следующего медвежьего рынка. И клевая вещь насчет этого в том, что сейчас любая цена ниже 50 тысяч долларов, даже цена в 40 тысяч долларов, является уникальной возможностью, которая может быть всего раз в жизни. Потому что мы можем уже никогда не вернуться ниже этих значений. Это означает, что мы все еще очень в ранней стадии. Даже сейчас, покупая крипту, мы все еще очень рано, ребята. Друзья, представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, а также токенизированные акции, драгметалы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее. И Forex валютами. На бирже имеется торговля с левереджем. Также очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Ссылка в описании. Биржа Currency.com. И что я здесь ожидаю для эфира? Что эфир последует биткоину в этой траектории и увидит еще две последние большие волны наверх в этом цикле. И мы можем увидеть что-то подобное здесь, как мы прорываемся выше, ударяемся в первое наше серьезное сопротивление по Fibonacci. Это примерно 4000 долларов. Чтобы показать вам более точно, смотрите, накидываем Fibonacci вот так вот, с предыдущего пика до предыдущего дна. И цель, о которой я говорю, это примерно вот эта 2,6 по Fibonacci, она как раз находится чуть ниже, чем 4000 долларов. Примерно 3600 долларов. Это точка 2,61,8 по Fibonacci. Это моя первая следующая остановка в этом движении. Так что я жду эфир примерно по 3600 долларов на следующей параболической волне. И эфир, скорее всего, будет следовать биткоину в этом движении. И вещи могут происходить таким образом на этом рынке, что мы можем после этого вернуться и протестировать снова уровни, где мы сейчас, в all time high, примерно в 1500 долларов, в качестве поддержки уже. И продолжить движение наверх. И это достаточно стандартное движение для крипты, для биткоина, для эфира. Так что сейчас эфир может подняться на 4000, откатиться обратно на 2, на 1500. Розничные инвесторы здесь впрыгнут в FOMO по 4 в ближайшие недели и месяцы. И, скорее всего, умные деньги начнут забирать профиты, и розничные инвесторы начнут паниковать и продавать ниже, чем они купили. А умные киты сожрут все их заявки и вытолкают цену еще выше, как это обычно и бывает во всех обычных циклах. Так что смотрите, я думаю, что будет у нас консолидация на уровне предыдущего all time high и по биткоину, и по эфиру. Перед тем, как мы прорвемся уже гораздо выше. И если мы будем следовать стандартному циклу, то эфир, скорее всего, опустится на ретест all time high, туда, где мы сейчас. Потом выстрелит обратно куда-нибудь потенциально на пятизначные значения, может быть, на 10000 или выше. Что-то такое, как я думаю, очень возможно. Вот мои долгосрочные цели, мои ожидания по эфиру. Ребята, это сходится просто рука в обраку с моим биткоин предсказанием и ожиданием. И также сходится с традиционными циклами биткоина и его средним значением его показателей. Я понимаю, что это все звучит сумасшедше, но я реально верю в то, что это абсолютно возможно. И если вы посмотрите на историю, то всегда так и было, и все говорили, что это сумасшествие. И по 10 долларов за эфир, и по 200 долларов за биткоин. Никто не верил, но... И еще почему я так уверен в том, что именно эфир будет хорошо идти? Да потому что это по факту мать всех альткоинов, всей революции DeFi. Эфириум это как гугл в мире, крипты. Так что я не вижу причины, по которой он не может быть дико успешным в этом бычьем рынке. Так что вот ожидания по эфиру и по биткоину, ребят, для вас. И еще кое-что важное. Это доминация биткоина. Потому что, посмотрите, она очевидно начала откатываться назад. И похоже, что начинается коллапс. И в предыдущем бычьем рынке биткоин-доминация начала падать вот здесь. После того, как эфир пробил свой предыдущий all-time high в марте. Вот где доминация начала окончательно рушиться. И смотрите, сегодня тот день, когда эфир пробивает all-time high. Так что мы, возможно, можем ожидать с вами, что эфир начнет очень хорошо сейчас туземунить, и доминация начнет падать, и альткоины начнут взрываться. Я думаю, что мы увидим очень хороший откат по доминации, и, соответственно, офигительный альтсезон. И факт того, что мы точно в тот же момент, когда эфир переписывает all-time high, начинаем падать по доминации. Так что будьте готовы... Тоже дает мне в этом дополнительную уверенность. Так что будьте готовы к сотням иксов на альткоинах. А эфир, я думаю, можем увидеть спокойно 10 иксов. Может быть и больше. Может быть мы и выше 20 тысяч улетим. Кто знает. Такая революционная технология, как биткоин, может увидеть гораздо большую рыночную капитализацию в ближайшее время. И эфир, который является основой всех децентрализованных финансов, сам по себе может тоже легко набрать триллионную капитализацию. Так что мы все еще с вами очень-очень рано, ребята. Ну вот и все. У меня на этом видео заканчивается. Я надеюсь, вы поняли, почему же я ожидаю таких высоких цен по эфиру и битку в этом битчем рынке. Если вам понравилось, обязательно подпишитесь на мой канал. Ссылка в описании. Меня зовут Кевин Свенсон. И как вы знаете, на этом канале мы только фокусируемся на долгосроке. Массивные, мультитысячные, процентные тренды. Вот на чем мы здесь фокусируемся. Так что если вы хотите тоже в этом участвовать, то не забудьте подписаться. Канал Кевина, ссылка в описании. Перевел и озвучил Крипто Комманс специально для вас. Ну и от себя могу добавить, ребята, что Кевин реально очень крутейший чувак. Его предсказания всегда прям супер точные. Он предсказывал и медвежий рынок, когда никто не верил. На хаях все запрыгивали. Говорили, что все, то за мун теперь безоткатный будет. Он предсказывал все движения, и коронадам, и точно дно медвежьего рынка, когда нужно было в бычий рынок переходить. Короче, подпишитесь на Кевина. Кто понимает английский, кто не понимает, учите английский. Вот, с вами был Фла-Ла-Ла, всем профита. А я, собственно, пошел делать обещанное видео про Dash для вас. Потому что Dash пошел, вы видите как? Dash пошел уже очень хорошо. Так что вот, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И вечером смотрите фундаментальное видео про Dash. Всем профита.